Узбекистан, Казахстан. Две страны, заинтересованные взаимовыгодным двусторонним сотрудничестве. По итогам 2023 года товарооборот между нашими государствами достиг более 4 миллиардов долларов. Активность наблюдалась и в экспортно-импортных контрактах узбекской товарной биржи, которые были заключены через торговые площадки в Казахстане. И в 2023 году показатель составил 637 миллионов долларов. Таким образом, фондовый рынок увеличился вдвое по сравнению с целевым показателем 2022 года. Аргументы, послужившие активизацией торгово-экономических связей, в материале далее. Внешнеторговые операции по высоколиквидной продукции реализуются через площадки товарно-сырьевой биржи Узбекистана в Чикенте, Алмате и Астане. Согласно брокерским данным, если в 2022 году биржевые торги составили около 386 миллионов долларов, то уже в прошлом году этот показатель достиг 637 миллионов долларов. Можно сказать, в два-три раза они выросли, потому что рынок, ну, узнали о бирже, потом условия очень хорошие на бирже, то есть застрахованы обе стороны. Спрос и предложение видно сразу, то есть наш клиент, он может выставить, мы видим спрос. То есть, ну, очень удобный, хороший инструмент для наших клиентов. Узбекистан, товар торги, казахстанский уголь и минеральные удобрения. Экспортно-импортные грузоперевозки в основном осуществляются железнодорожным транспортом. В 2023 году из Казахстана в нашу страну таким образом было доставлено 10 миллионов тонн продукции, что на 29% больше по сравнению с 2022. Мощным импульсом высокой результативности в этом плане послужили предоставляемые в Узбекистане преференции. Если импортные контракты проходят через биржевые торги, акционерное общество Узбекистан Тимур-Юллар на территории Узбекистана тарифы рассчитываются на основе внутренних. А это значит, что предоставляется льгота почти до 70%. По словам экспортеров, особенно в зимний период наблюдается скопление вагонов, что говорит не только о расширении товарооборота между двумя странами, но и повышении потребности в новых логистических маршрутах. Продолжение следует...